соображаем на троих как я понимаю джафар приветствую тебя анатолий что ты нашел схрон с интернетом вот какая-то избытка на куре колись где-то вроде этого да то есть я у тебя богатая любовница пускай это будет сюрпризов для любовницы ребят прошел уикенд бокса честное слово все мои ожидания как бы они исполнились один к одному как я думал так оно и будет поэтому хотелось бы услышать от вас для меня это все без сюрпризов я бы эти как и предполагал что ты вин фармер блять доказал что мураталом еще учиться и учиться срать еще и срать вот что они просто красавчик блять долго не мучил не себя мыть не армянином и единственное разочарование это конечно же джанибек это это просто это 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 не просто жопа это мать просто какая-то огромная блять жопа которая уже пиши жопа мать и просто мне даже блять жопошник придумать не может поэтому как вы охарактеризуете для себя вот этот уикенд джафар и анатолий начнем с женибека женибека мы хотя бы ждали что он выйдет в ринг то уже дальше будет мы переписали тут конечно да печально что так все вышло желание конечно же старейшего выздоровления но с этим надо что-то делать либо переходить с собой выше либо же как-то ответственнее подходить к весовой мураталу я ожидал более уверенной победы на деле была ли победа или нет это испорно мы это обсудим а так я не сдали с красавчиками сделать то что должен был не без маленьких помех но сделать ну как класс или жопа гнеть ну в общем выбери какой-то уикенд 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 как ты назовешь уикенд кто-то между классами я помню анатолий что ты скажешь мы выбрать название то у меня знаете вот такое в голове промелькнуло что уикенд должен был быть без сюрпризов но сюрприз мы все-таки получили то есть этот сюрприз нам устроил уже не бед то есть если так можно ну и так как и жафар я начну с него это конечно не знаю чем связано в плане того что у его весы гонка довела его до такого состояния что пришлось госпитализировать то есть либо он ее как-то ну слишком поздно начал делать либо его организм уже не готов таким нагрузкам в плане вот подсушивания веса для этой весовой категории и у меня например первое и основное это то что это уже не его вес то есть организм ему про это уже очень очень круто и ясно заявил что чувак 69 это уже не твой вес ты 72 и 6 72 76 это уже ты как минимум должен там быть мы или его крупный парень такой ширококосный высокий все видно уже после 30 тела не может уже гонять вес то вот это веса 82 поэтому дай бог что все было хорошо него чтобы мог восстановиться потому что это достаточно большой стресс для организма я понимаю это связано с почками вот эти все моменты и чтобы он в первую очередь восстановиться физически и дальше чтобы она не сильно на нем отразилась плане дальнейшей карьеры очень жалко чтобы поединка этого не было хотя дам всех предполагали что женибек будет фаворитом но тем не менее далее мы хотели это увидеть что касается соглашусь на мураталу знаете муратала это чувак который думал что уже все решено все договорено как студент знаете за которого договорились по и зачетку может нести и он ее все будет нормально а на деле и преподаватель не знал об этом и устроил ему немножко взгучь как-то так ну я не есть у меня появится тоже вопросы мы с более детально поговорим но опять же все по делу попали не бегу я знаете когда я я я просто в шоке был почему потому что я где-то с утра там занимались делами то есть работы как всегда в армии очень много мыть даже выходные дни особенно когда все выезжают а ты остаешься на локации вот я где-то в часика 4 я перед тем как речь немножко отдохнуть захожу и понимаю что общем как бы боя нет не получилось у меня там пятницу посмотреть новости я начинаю копаться и тут узнаю что больнички все не конечно же да быстрейшего выздоровления чтобы не было проблем как и вирджила ортиса там такое вот держим кулаки за женебека здоровье ему но у меня сразу знаешь такие мысли это как нужно было издеваться над собой скажи скажи что она ты попозже придешь чтобы она пока да 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 то есть как нужно это сну понимать смотри он вот теперь сейчас немножко субборно как нужно было держаться за вес то понимая что понимая что я ожидал вообще-то мать девочку а там какой-то взрослый мужчина ну ладно мой друг да и друзей у меня больше нет и не пью я больше какой-нибудь идиюра вы всегда вот это переходите вот эту линию значит смотри то есть как нужно было держаться за этот вес понимая что там ты король то что у тебя там есть шансы чтобы издеваться над своим организмом ведь это мы уже понимаем теперь что это не частный случай что это вот как и вирджила ортиса скидывали 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 все играла всем нет работала а тут так и фейловый такой провал потому что но на больничку человека мы просто так ну не отправляю причем понимаешь как это можно было попытаться как-то скрыть там все но если уже больничка значит действительно какой-то было там проблем здесь возникает вопрос опять же ребята но неужели вызове решили команде уже женибеком неужели вы решили рисковать здоровьем боксером веке никто не сказал венхан улыбни это ты вдруг мой дорогой хрен во втором среднем весе можешь там сейчас во втором среднем весе такая же ситуация как конечно же ну как практически как и в среднем все то там лица уль альварес херней страдает все остальные можно того же мунгию побить там 5 мунги и что поднялся до 2 среднего веса с волтервейта с первого среднего ничего получил хорошие бои и и это вообще то есть я я я просто был шоке я не понимал как это так профессиональная команда у вас есть все правильно сказал тренер михайловича мы блять гараже тренируемся в эти мы это все сделали ну правда там есть вопрос недоедание но это бокс не дайте вот но у вас есть бабки вы чемпионы два пояса вам платят эти вы не можете блять как-то нормально это сработать и прозвучала вполне общем как бы разумная вещь за такое мешают поясу и этого до вакантные титулы могут быть ну почему принципиальность и бьев очень велика папа пока варвал карсель медь но я не думаю что же не бег для него столько важен вот он будет получать бабки от любого другого чемпионом или претендента свободный титул блять платят двое то есть таки лидера что удивлять но удивляет почему ну как бы вот хороший очень вес круженика как бы команда есть бабками в руках на опять же на его уровне все вроде бы нормально неужели на следующий день вот с этими ребятам которые отвечают как раз вот за физическое состояние бойца в плане его веса гонки диеты ну все вот этих моментов функциональности в команде наверно либо не настолько непрофессионал либо настолько была уверенность что все будет хорошо вот это непонятно нужно много случаев знали и не раз мы выделяли что именно вот и ребята которые занимаются в команде бойцов весогонкой функционалка как она иногда очень играть но она всегда играет как она иногда в каких-то боях проявляется в плане того что работа сделана супер путан того же маркеса мы можем вспомнить и когда-то не пропагал говорили про мэйвэзера ну как умерть он так мега звезд но это важные люди и вот как можно было или это не профессионал либо вот как было какая-то как вы говорите ну какое-то напевательское отношение а и так сойдет не знаю абсолютно прав анатолий что организм уже все горит стоп хватит я неоднократно сталкивался когда боксер 63 5 слава богу общем проводил все лишь так называемые рейтинговые поединки где можно было с соперником опять же соперники то я выбирал соперника да там допустим в основном эти были наши ребята украинцы я подходил горюшки платят 200 долларов он будет весить на килограмм больше не шестьдесят три с половиной 65 скажем так вот ты согласен тебе заплатят 200 долларов за раунд провести медь восемь раунд да ребята конечно соглашались да не проигрывали они горели очень сложными потому что к моменту выхода в ринг он уже весил блять на три-четыре килограмма больше вот поэтому опять же женибеку здоровья но пора уже как бы это очень тревожный звоночек давайте вспомним к стиль я с его вечным перевесом в легку ну 61 на два десятых килограмма да и другие истории которые заканчивались для боксером для чемпиона потери титула я думаю для дженни бека это очень классный ну пускай но очень хороший урок понимания что лучше поберечь себя подняться на категорию выше но не издеваться над собой окей увы так случилось и никуда от этого не денешься но идем дальше сейчас секунду муратала тевин фармер что 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 ну первый вопрос выиграл ли муратала или нет по вашему мнению анатолий вы знаете я думаю опять играла какая-то наверно вот момент то интереснее кто идет дальше то есть если бы это было вообще просто вот два бойца там как по мнему тараку муратала не сделал доставка для победы то есть фармер показал себя опытней разнообразней а самое главное эффективнее даже дело не в том что там больше попадал он выглядел эффективнее в своих моментах он знал что он что надо делать а муратала был не откроют кое-что знаете как студент у меня все нормально и так сойдет и так сойдет и так сойдет она вот вот в ринге вот как она выглядела именно что она так не пройдет ты это не работает то есть поэтому субъективно фармер красавчик и муратала показал что у него большие проблемы есть с левшами в том что в том числе но ты не ответил на главный вопрос выиграл я считаю что он бой я считаю что он бой не выиграл джафар у меня 64 победил фармер но если учитывать снятое очко то 5-5 ничья было бы справедливо то есть я бы не обиделся и плюс снятие очка тоже было довольно таки спорное то есть я не видел фармера 4-5 подряд попыток схватить руку это было максимум два раза и в одном просто в одном раунде и судья остановит бой так он сам как-то невольно знаете у нас нас снял их потому что мы рассмотрим как бы так вообще подождите я снимаю очков то есть опять же много вспомнил таких моментов если брать по бою муратала вот этот муратала есть как будто какой-то барьер что чтобы попасть по сопернику его нужно загнать в улту зачем фармера невозможно загнать фармер хорошо достаточно двигается в своих лет смечается он использовал все свои преимущества легче над правшой как только он начал работать по этажам муратала сломался он не понял как на это отвечать как только перед мураталой соперник двигается не только вперед назад муратал не может его ограничить и понимать на удар только соперник на него не летит и не подставляет через муратал он не знает что делать то есть это о чем мы и говорили в эту бою то есть у него теряется фокус если соперника невозможно выйти и вылезти с первых раундов то возникает вопрос что делать дальше на этот вопрос ни он ни его угол кстати ромберта все большие вопросы не могут ответить фармер просто вышел ничего снять естественно не сделал он просто подвигался в первом раунде со вторым понял что муратала не такой же быстрый такой же парк все потому что он пропускал удары всквозь пропускал удары пускал удары пропускал все нормально и сам начал отвечать простыми атаками голова корпус голова где-то оттенулся и все время не успевал выходить из станции то есть фармер набрасывал комбинации с трех-четырех ударов и муратал не успевал его ловить скорость муратала мне очень понравилась опять же фармер выходил ну 6-7 раз просто сухим из воды когда при нем можно было попадать результат опять же как по мне фармер выиграл но им нужно нужно это пранка давно уже не было в легком месте помните мы когда обсуждали джафаром бой мы я говорил что это будет тот гейтгипер который скажем так или откроет колитку либо и уметь закроет на какое-то время но здесь не было ну как гейтгипер показал что муратала быть еще очень сыроват сыроват он еще ментально ментально не готов быть жестким то есть убийцы а то что произошло в этом поединке этому есть очень хорошая как бы характеристика обосраться в настоящих мужских руках вот муратала это как раз может быть он не обосрался но сыра ну так знаете как и миха миша дядя миша говорит по писке подписывал и попёрдывал да и попёрдывал вот поэтому фармер согласен абсолютно с джафаром победа не по фармер победил реальный по ударам он победил блять и по комбинациям с него такое впечатление что с него снимали с не сняли пачки блять потому что ну выровнять бой но ничья мать хорошо не выиграл но на ничью он наработал ну выше крыши и опять же то есть я готов сказать муратале в день знаешь как в этом анекдоте когда мужик партизан поджигает мину на рельсах и немец подходит на спичке показывает гомель древ ну да да фай да фай вот ну то есть да с беринчиком да давай братела давай беринчик давай у тебя у тебя есть шанс уже быть точно обосраться в настоящих мужских руках потому что день а в отличие день а это своеобразный фармер технический он очень хитрый вот но при этом еще у беринчика есть режим за базар ответить надо вот если денис захочет спросить он спросит поэтому муратала если честно просто разочаровал я я все время ждал что муратала знаешь сначала думал там он играет он играет он просто дает фармер уметь хочет чтобы фармер поверил мне что все можно мать уходить в глухую атаку глубокую атаку там нанес три-четыре удара потом еще повторил атаку и тут его муратала поймает или навстречу либо там в ответ либо пи 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 хопы перехватит атаку вот а потом я понял что действительно фармер прекрасная у фармера настолько классный темпо ритм причем разумно рваный что муратала никак не может поймать его но не может понимать что атака будет продолжаться вот стоит еще на себя потянуть либо уже пора мыть как бы контратаковать муратала здесь ведь в общем показал себя а самое страшное что угол может показал что они вообще мне как бы ну на на хрена вы нужны людям вы должны быть бойцами помочь скорректировать стиль мне сказать слушали начни атаку первым этом против левшие справа закончи справа в этом войди в пикировку что тут начинаешь постоянно недорабатывать они этого не говорили то есть они были настолько уверен и шушу шушу муратала без вашего под с вашего позволения еще добавлю да 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 я дедушка хотелось бы сказать что вот я думаю вы согласитесь со мной вы и джафар что вот мы что не первый раз уже сталкиваться с тем что вот эти молодые ребята которые считаются проспекты на который как бы стоит акцент что это должны стать будущим чемпионы успешный во многом да у меня такое ощущение что их не я пиар-компания работает быстрее чем работает их не бокс то есть они по словам по всей раскрутке это уже состоявшиеся крутые боксеры но как на деле это вот как мы сегодня столкнулись вернее вчера мы смотрели поединку поисках очень правильно ну как бы грамотская плане то что сырость вот это сыр на присутствует и а самое страшное для меня вообще вот я не знаю как вы же готовитесь конкретно под бойца вы же изучаете вы вы знаете вы работаете элементарно давайте понятно в бою не все может получаться то есть мы готовить одно а чувак что-то тоже готовил и не работает но есть азы и вы меня все поймете особенно ну кто занимался боксом левша-правша и правши знают не у всех получается ну хотя бы пробовать же надо а у муратала пара распробовал у него было успешно почему не продолжал непонятно вы фармер тоже не мальчик для питья когда понимал что это делать он просто вовремя разрывал дистанцию подлавливал то что он был лучше на ногах был более компактный и более как вот дерьмо просто тайминг он чувствовал вот эту дистанцию а муратала я не мог нащупать вообще кое ощущение говорю что муратала пришел и думал что дело уже в шляпе что он выходя с рынка у него уже стоял этот фрак костюм заказана вечеринка как таляныч нас любит проститутки кокаин виски все ждала а тут фармер не знал об этом я решил его выиграть вот эти моменты эти ребята в таких боях вместе вспомнить вот историю много бойцов дедюра вообще их знает много во время вот для для пацанов вот такого как муратала это были шансы это была презентация они должны это будет фармер хороший там эксперт мира достаточно обученный как бой показал боец и ты должен был показать класс я вот это все прохожу я вам покажу больше красавчик я хочу еще раз на него идти а он показал что парень да у тебя то проблем вагон и тележка вот-вот и это их много таких вот это я не понимаю почему то ли это вот интернет так делает ну какой-то меня такое ощущение осталось джафар вот у нас более скажем так молодое поколение адаптированный более соцсетям хотя я могу ошибаться твоя серьезность сейчас вот как бы противоречит мы с вами дедюра два тинейджера в чем как ты думаешь проблема мураталы вот по твоему мнению чем она скрылась что что произошло с ним не недоподготовка излишняя самоуверенность команда блять просто лоханулась не по-детски не подготовим муратал уметь к такому серьезному поединку я бы сказал что это излишняя уверенность если бы не крайний бой муратал потому что в последнем бою то фармер он тоже не выразил лучшим образом и они явно должны быть схватиться на голову здесь они даже после этого для них это использовал уроки там явно себя недалекие люди хотя опять же там роберт гарсио опытный не лучший тренер но он опытный он должен был сказать слушай ну надо что-то делать даже если нет его промоутеры и опять же он пытался заходить за он заходил но не успевал ударить потому что фармер жестко смещался и так далее другое скрипт на который я кроме боя хочу обратить внимание это судейство уже второй турнир погляд раньше это хотя бы как-то чередовалось на прошлой неделе фостер сейчас муратала топ ранг ну и тоже ладно судейство кригель который раньше вынес последних всех раундов которые я считал из них два фана он дал все муратали это какой-то такой клуб закрытый но я думал у них акции после этого могут упасть и полутали серьезно потому что раньше если бы был быстрее оттек что голден бой это машина правильного судейства то сейчас топ ранг превосходит все ожидания на все на все ответит следующий бой мураталы и опять же очень хочу чтобы это был бой с беринчиков если если муратала хочет ну пусть он получает у дима привет дорогой извинишь у тебя кипер там который мне то открывает тебе калитку в интернет то закрываем случайно не тевин фармер рады тебя видеть дима мы говорили об бою муратала тевин фармер что ты можешь сказать об этом поеду все говорили про те что перед поединком что муратая но вот таки там красный проспект а поедина показав что он не является таким и даже с тем самым фармером он справился ну хоть дали ему перемогу но там явно что было все на тяжко и у него ничего там все ну достроково не получилось в основном даже бывшего чемпиона который уже постарел я подаю себе поединок и мое таки выражение что мураталяш очень далеко до того чтобы смазаться что он проиграет он является суперпроспектом как моя точка с этим не просто проспектом претендентом скажем так но опять же то есть никто не запрещает ему выйти в ринг против дениса беринчика медь бабу арома выиграть торги медь чтобы мне денису заплатить деньги ну и денис мне сделал свою работу менту фото стучу по деревянному но очень бы хотелось время бой и не с джаром и не с давид ованися джафар у тебя был какой-то скепсис по ходу этого боя ты чем-то недоволен я не доволен старый раундом где я пропускал осенью по личному я не ожидал что он будет пропускать я не говорю что в таких эпизодах где он просто бьет правой колой когда и не стоит по бокам и он прям заходит забыл хотя я не умею на листах же я фанаты не сумминать если они из лучших проспектах и смотришь на 9 но я как раз начин я проснулся на 2 рунки я спускаю вот он пропускает их ударе был потом наверстал и победил если от все вопросы раз степс ну я тебе скажу следующее что очень много бойцов я тоже был когда я очень понимаю что я ну превосхожу соперника ну в каких-то аспектах да мне мне нужно его прочувствовать да то есть я абсолютно ухожу в защиту я даю по себе поработать вот чтобы быть соперник как бы ну не мимо раскрыл тогда вы вымахался но самое главное в общем как ты не как ты начал поедина как его закончить его цель была понятна что 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 я тебя внимательно слушаю не его цель была понятна он вышел за финишом то есть ближняя станция то есть детально посмотрел поиск профильдом помню что а в лесу когда он выходит с ближней то есть на разрыве он результате этого и отдал ну опять же этот второй раунд был он еще во втором раунде стоит сменил решила так попробовать то есть как-то вышел на спарринг или нужно попробовать какие-то штуки у него была полная уверенность что этот бой выиграет была полная уверенность что вы несет своими ударами ничего не причин потому что иногда даже он откровенно подставлялся просто чтобы нанести свой удар и это работало потому что иногда он открылся попал и просто они попался не то есть просто ты по мне не выпустишь я больше стильнее это причинится был урок так и получилось работа по корпусу опять же очень много по корпусу они несмотря на то что делал акцент именно на нижний этаж спел и не сломанную челюсть тоже красавшую поэтому я буду выполнил на 40 плюсом но я хочу чтобы я как его это делал идеально не давал повод даже по мне говорить вот об этом втором раму что что то кто-то встал и сказал бы вы видели как он нахватался на что с ним делает кровь и этого бы не хотелось знаешь джафар я тебе скажу одну такую вещь я уже знаешь как горит вас подривянским нет папа знает папа жизнь прожил идеальный секс бывает только в порном без пятью мужиками и одной папой я понял дима давай что ты скажешь у нас про проиниса доволен недоволен дима не пропорно а проиниса десна что непоганый инвестер ну вот да то что мне хватался ударов и если он будет так хватать и удары против кроффорда то я думаю что кроффорд выграем я не думаю что за очками не рассматривает иниса мне даже как быть одного из дублеров форм ну наверное да ну вот ну я думаю что я думаю что ну енис как для себя то понятно что он выступил хорошо потому что венесиан и удары держит погано и ну и по мощи он выступает и по технике естественно что енис должен был свою работу выполнить и достатково на колотиле то что он не заработал ну то что ему в захисте есть проблемы у него не говори мне про захист горной англии в этом случае просто в сравнении с англией денис просто красавчик анатолий что ты скажешь я тоже как бы вы слышали что я не знаю как бы понравился но вот моменты вот этот осадочек остался и опять же это связано с тем что ну первых я наверно как знать и возьму как болельщик простой дамы то есть большинство емного всем симпатизирует плане и того как он работает в ринге то есть это мастер действительно который может работать и левшой и профсой физически крепкий бьющий с обеих рук то есть хорошо оснащен вообще ну как бы с хорошим боксерским акью если можно так назвать то есть хороший боксер и мы наверное ну то есть я наверное ждал больше вот именно класса мне хотелось найти вот где класс увидеть вот уровень внеся на то парень согласно подобран принципе достаточно неплохо для такого поединка с неба звезд не хватал но с характером то есть который будет идти на тебя то все как бы кажется по дэннис а для меня было удивительно нахрена и зачем ты идешь на его дистанцию будучи намного крупнее и имеет большую длину руку и начинаешь с ним там работать давай ему выглядеть хорошо то есть вся заслуга внесяна по моему мнению субъективному это то что они так сделал держал вы просто на руке на джебе перед ним встречал то что может закрутил раскидывал комбинацию перехватил где надо сблизиться отошел все что мы видели как каких-то боях то внесен был бы просто вообще как мальчик для битья как по мне а так получается он как выбранный дюра говорите что чувствуешь что нет опасности а ты хочешь помахаться ну давай помахаемся и вот в этих помахаемся он много пропускал давала ли она ему какой-то урон не знаю надо ли бы надо было ли это делать думаю нет то есть и вот эти все моменты они как-то вот так сложились понятно я не случая и не словил красавец на комбинатировал и забыл но вот эта презентация как чемпиона мира вот хотелось знаете вот как красивое кино кайфануть а так мы и так знали что он выиграет ну просто зачем было давать шансы его не сяну еще выйдет хорошо в бою где у него шансов нет я тебе отвечу все очень просто чтобы зрители не уходили после второго раунда на самом деле он дал интригу да то есть он показал что да он может я несколько раз смотрел вот этот второй раунд который упомянул джафар я не увидел там я вот не понимаю где вы там увидели какую-то опасность а ванисианом от удара удары ванисиана опасно для эниса он эти все удары видел там четких четких попаданий таких что голова отлетала вообще не было нет удары были вскользь вот выглядела этом но зрители посвистели мне зрители по улюлюкали в год для этого неся там диаспора это вот армянская вообще там чуть ли не хренела в этом чувак там начинает бить но потом все закончилось как говорил покойный михаил михаил звонецкий трудно шутить каждый день и низ показал бои качественным нити он сделал вид что была интрига когда я приведу поговорку времен французской революции когда палач говорит жертве привязаны гильотине там поглаживая волосы когда мне надоест сир забавляться вашими волосами я отрублю он был ну и так поигрался в эти закончили вот но знаете какой поединок сделал мой день вот воскресенье это вот девочки sky николсон диана варгас вот если не по ним вы не видели этот год я просто прошу всех посмотрите вот что значит мудрая женщина мудрая женщина которая одним джебом медь сделала и соперницей которая там презентовала себя как какую-то там типа хулиганку такая маруха вся доску и в юбка в полоску блять там вот как она ее просто деклассировала ногами передней рукой как она вот это вы получите огромнейшее удовольствие такого феерическим и технического высокотехничного работы эти девочки в ринге я давно то есть можно назвать девушка которая дает и этого всех аспектов я бы сказал что девушка которая вебет ну я просто сказал так чтобы это была загадкой а вы уже стали буквально анатолий возвращайся в семье дима даже не выдержал дима даже не выдержал вылетел за эфиром а боксе мы поговорили и теперь давайте поговорим я всегда говорил что чемпионаты мира надо смотреть четверть финалов чемпионат европы с полуфиналов все остальные чемпионаты вниз финалов как вам как вам вчерашний футбол англии испания кто за кого болел за испанцев финале болел дима ты за кого болел подумай хороя финале и финале из конечно за испанию в том я не люблю испанцев лишь только потому что там цыгане вот это как в канаде проститутки и хоккеисты моя жена из канады нет я просто как бы приверженец британии видите я консерватором ведь я тоже курил сигары меди пил коньяк как у инфан черчил только я вовремя нет решил похудеть хотя в общем как бы дожить до его возраста вместе с тем что он творил для красавчик просто ваше впечатление от игры мое впечатление что англия провалилась полностью в защите как 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 вывели медь на для на первый гол как они провалились как они во втором ведь оставили воротника просто 11 это просто катастрофа как англия вообще такой защиты дошла до финала в эти вопросы довезение а есть объяснение этому всему какой повезло просто так так сложилось и сложилось с карты что у них изначально попала сетка где команды были все которые в принципе они просто за счет уровня и класса игроков просто были обязаны проходить то есть если взять ту сетку где попали испанцы там все попали самые сильные команды фавориты скажем так а в эту попали немножко команды все-таки по по игре слабее ну это мое субъективное мнение а самое главное я вам скажу юрия после бокса футбол это моя вторая страхи я его тоже смотрю очень давно и что-то вроде как в этом понимаю хоть из вертолета его видел испанцы изначально вот как приехали на этот чемпионат сразу установили такой штаб что вы сюда пришли не просто так они по игре были изначально самые сильные то есть это был я кстати этого не ожидал и и тренера этого честно говоря не знаю куда ну который сейчас уже тренер чемпион делом что и как и команда молодая на вроде бы к это сыровато но тут приехала именно команда которая приехала побеждать молодые ребята какие ветераны но они были вот именно команды они наверно по игре были самые яркие и вот сожалению нет и которые тоже очень крутые были но встретились они немножко раньше чем хотелось бы и опять же спас выиграли все остальные команды было в большинстве своем это разочарование в первую очередь звезд тех ребят которые как казалось бы да ну на них на них ходят там и у французов и португальцев там и итальянцы это вообще наверное самая слабая сборная сколько я футбол смотрю вообще без одной звезды ну вот то есть испанцы были вот просто яркие они вот такой знаете как клумба а вот испания то вот этот красивый цветок который вот на этой клумбе у вас ну по моему мнению все-таки ну опять же джафар что ты скажешь я согласен что у англичан была сетка и самое большое разочарование итальянцы которые действующие чемпионы то есть от них ждали защиты титула они вышли просто вылиться в одной из первых причем от швейцанцев и от самых сильных сборных но Англия как раз таки пришла до финала за счет своей защиты они не пропускали но они забивали вот только один нужный гол а в финале просто все развалилось но тут испанцы конечно здесь испанцы которые атакуют и даже если не первым составом они сделают замены и второй состав правит атаковать у них просто так сложилось что ветераны пропали вот у них есть позиции которые закреплены между них то есть вот есть человек именно этой позиции если молодой игрок это фланги это скорость а в англии так получилось что на позициях которые должны играть ветераны играть молодые а на позициях которые можно отпустить молодых из скоростных он пускал этих кейнов мейнов или подобных через то есть молодые игроки которые хорошо отыграли весь сезон английской премьер-лиги они остались дома в том числе это болище Манчестер Юнайтед просто я не понимаю сколько звезд из Юнайтед они попали на их чемпионат в том числе перед Харри Макглаев который в сборной всегда играет идеально но вместо него сейчас взяли вот ситуация который пропустил из-за него профессии первые игры поэтому вот такая вот струка получилась тренер все время использовал то есть у Англии был состав а почему Англии считаю фаворитом потому что у них был состав чемпионов лиги чемпионов у него были игроки которые отручились и в лиге Европы и в других клубах дима ты не смотрел финал ну я изначально болевал за Испанию я думаю что ну что Англии им не конкурент потому что ну я даже если честно мы даже своим другом поспорили а він еще раньше сказал что Испания тоже не любит Испанцев и сказал что вилетит но я так что ну от меня такая интуиция была я говорю что Испания как он говорит что вона проиграя так скажу воно виграю так и получилось ну я согласен что если бы была бы сетка и там была бы Германия английцям ну навряд ли бы прошли в Германию або Францию ну им повезло что они дошли до финала по по классу Испания не краще хоть там и дорогие гравцы в Англии но поиграя в Испании набагато лучше что она и доказала получается что золотое говно блять там ну блять даже золотое ребят спасибо большое тут Юра еще много вопросов почему там Джафар согласится там же много каких-то игроков там были дискуссии с Англии которых не взяли почему-то ну так принял тренер и вот я думаю что ему сейчас это укинство почему там того же Дриллиш не взял с Фити который был как бы ну очень топово отыграл сезон там ну тот же Раш как бы не было не старый молодой крепкий пацан но уже опытный прошевший вот эти все большие турниры многих игроков не взял и где-то возможно и это где-то ну Англия всегда по составу была крутая дорогая но как команда к сожалению вот они им что-то не хватает тот же Палмер который вчера забил единственный гол в чемпионат посидел на скаметке то есть тут все говорится за ним будет очень приятно поговорить с людьми медь знающими умными блять когда ты блять ни хрена не понимаешь о чем они говорят у меня футбол заканчивается вот я когда-то с Бессоновым знаменитым игроком киевского Динамо и сборной Украины и сборной Советского Союза мы как-то сидели за столом и играли в игру с чего начинается футбол неправильный ответ 50 грамм когда я уже сказал я не могу пить скажи с чего начинается футбол вот скажите мне с чего начинается футбол вашей версии стактовый свисток а стактовый свисток 50 грамм анатолий интересно неправильный ответ 50 грамм принято с чего начинается футбол я сразу говорил с выхода на поле с звучание гимном с удара поминать с обменом вымпелами и все это неправильно знаете с чего начинается футбол центра поля летели юра ну а ващуке издевается надо мной еще к моим побратим вместе служим это он издевается со мной где с этими прибаутками футбольными очень просто когда ему написал что сравняли счета англия победит ребят спасибо большое поговорили в боксе и даже футболе что для нас как бы не слишком привычно но тем не менее надеюсь нашим телезрителям это понравится спасибо большое что собрались нашли время анатолий джафар и дима рады тебя видеть еще бы таляныча и ярчика увидеть дядю мишу серегу спаде мишу надо возвращать да ну вообще было все всех обнимаю увидимся четверг всем пока